МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще-то я не планировал до 11-го числа выходить в эфир. Надеялся, что новостная повестка в России, в Башкирии, в мире позволят нам благополучно побездельничать 10 дней, но, как говорится, не сложилось. Последние события в Казахстане навели меня на странную, но, пожалуй, что логическую мысль. Я говорю о беспорядочных и нелогичных перемещениях нашего руководителя республики в международном пространстве. Но давайте по порядку. Помните, такой был президент Молдавии Дадон? Ну, ладно, не будем иронизировать по поводу имен, кому что досталось. Но этот самый Дадон был большим другом Радия Хабирова, соответственно, большим другом Башкортостана. Провозглашался огромный интерес Молдовы к экономике Башкортостана и наоборот. Поговаривали о каких-то странных интересах этого самого Дадона здесь, в России. Но, в общем, Радий Фаритович поехал к Дадону. Съездили, пообнимались, подоговаривались, подписали кучу бумажек. В итоге Дадон отстранен от власти на данный момент и даже сидит в тюрьме под следствием. И теперь, значит, он выясняет, чего же он там в этой замечательной Молдове на Дадону. Далее Радий Фаритович не едет в Казахстан, встречается с премьер-министром Республики Казахстан Мамином, обнимается, подписывает много бумаг, заявляет о большом интересе Казахстана к экономике Башкортостана и наоборот, обещает довести оборот до космических небес, отъезжает обратно. И вот в Казахстане мы видим вот такую историю. А господин Мамин, бывший премьер-министр Республики Казахстан, отстранен от своих обязанностей и, более того, бежал из страны. Крым. Любимый Радий Фаритовичем Крым, который он навещает регулярно и практически после каждого его визита, через некоторое время у тех, с кем он там встречается, начинаются какие-то проблемы. У многих высокопоставленных сотрудников правительства руководства Крыма есть проблемы на данный момент, в том числе криминального характера. Я не утверждаю, что они напрямую связаны с визитами Хабирова, однако однозначно связаны хронологически с этими событиями. Ну и, конечно же, Минск. Радий Фаритович посещает Минск, обнимается с диктатором, заключает много всяких соглашений, по крайней мере, на бумаге. И, безусловно, мы понимаем, что проблемы Лукашенко начались не с визитом Хабирова, однако, существенно усилились, ускорились и углубились с того момента, как Радий Фаритович посетил бесноватого батюшку в Минске. Планы Хабирова по международному сотрудничеству громадны. В ближайших перспективах посещение таких замечательных стран, как Афганистан, Узбекистан, а также одной страны, замечательной страны, в которой женщина уже перестала иметь статус неодушевленного предмета, но все еще считается в статусе недвижимого имущества. Я говорю об Арабских Эмиратах, в Дубае уже заказывается большой самолет для перелета туда делегации Башкортостана. Ну, в общем, вот такие планы. Если отбросить в сторону иронию, я, конечно, не склонен верить в то, что Радий Фаритович обладает какой-то магической силой сверхчеловека в области международных связей. Я не думаю, что проблемы тех людей, которых он посещает в качестве руководителей стран, и эти проблемы связаны именно с посещением Радий Фаритовича Хабирова, скорее всего, все дело устроено наоборот. Вероятнее всего, здесь проблема выбора. Хабиров виртуозным образом выбирает себе в партнеры тех, кто уже стоит на грани распада страны или режима, кто уже довел свою страну до ручки, и почему-то именно их Хабиров считает своими лучшими партнерами, самыми перспективными, самыми лучшими среди тех, кто может предоставить возможности Башкортостану и нам с вами. Вот это очень странно и пугающе. Дело в том, что, как говорится, люди склонны тянуться к себе подобным. И здесь напрашивается предположение о том, что Радий Фаритовичу близки именно те, кто, по сути, ничего не добился в экономических и политических процессах в стране, а держится там на штыках или на каких-то других факторах. Ну, в таком случае нужно именно пугаться этой ситуации и ставить под вопрос эффективность вот этого всего метания по миру Хабирова и его сотоварищей в большом количестве за наши с вами деньги. То есть, если я прав, то Хабиров категорически не умеет подбирать людей для партнерства. Ну, примером тому является его кадровая политика внутри Башкирии. Все эти Бодрановы, Мурзагуловы, Грековы и прочие-прочие. Значит, люди, которые сейчас уже, как выяснилось, отправляются на помойку истории, все же это продукт его выбора. В конечном итоге мы можем все тут оказаться у разбитого корыта. Если Радий Фаритович долго и нудно будет дружить со всякими мамиными дадонами и прочими лукашенками, мы тут можем уподобиться им. В общем, события в Казахстане, пожалуй, мы сказали, что поставили такую окончательную точку в прогнозах об успешности внешней политики Хабирова. Мы понимаем прекрасно, что сейчас уже все, что там договорено в Казахстане, все это можно выбросить в унитаз. Все, что договорено с Лукашенко, заранее было понятно, что можно было списывать к нулю, потому что это не будет исполнено. Ну, а с дадоном можно теперь общаться только при помощи тюремных передач. Субтитры создавал DimaTorzok